Мы сегодня с вами уже касались темы информационного пространства России. И вот что заметно, что бывший повар Путина, Пригожин, уже стал появляться в новостях чаще своего клиента. Такое впечатление, что он комментирует все подряд. К хотелкам, истерикам, ультиматумам добавляются комментарии актуальной повестки дня. Вот даже дроны, которые мы сегодня с вами обсуждали, над Москвой он тоже комментировал. Ну, вернее, как он прокомментировал реакцию российского политикума. На это событие, обозвав их фактически клоунами. Цитата. Мы выглядим как клоуны, которые грозятся ядерной бомбой в ответ на детский беспилотник. Вот на дыбу поднять ответственного за этот прокол, ну, это логично. А вот меня во всей этой истории с публичностью и активностью в информационном пространстве Пригожина интересует, какова его роль на самом деле. Вот в этой всей информационной пелене. Дезинформация, истерика, что это? Или вот на ваш взгляд? Ну, понимаете, тут есть и психологические особенности в том числе, в чем они проликтованы. На мой субъективный взгляд, ну, Пригожина что-то сродни звездной болезни сейчас. Понимаете, он же очень долго был в тени, очень долго был в тени и занимался довольно-таки грязной работой. На самом деле он руководил частной военной компанией, которая нагрешила много где по миру, в том числе и в Украине. Начиная с 2015 года, где вагнерыцы воевали на востоке, на Донбассе. Они были там, не выполняли там приказы российского командования. Ну, там и Сирия, там и страны Африки, и Венесуэла достаточно много. И он все время открещивался, он говорил, я не имел никакого отношения к вагнерцам. Сейчас все открылось, к нему обращаются, всего мнением начинают якобы и считаться. Какой-то, наверное, фан-клуб там у него появился. Вот, и ему это нравится. Я вижу, что ему это нравится, быть в эпицентре событий и комментировать все откровенно. Плюс есть второй вариант. Очевидно, что помимо него это кому-то понравилось. Наверное, тем, кто создает определенную альтернативу на политическом ландшафте России и поле. Но для чего? Потому что все же понимают, что как бы там ни было, но что бы ни происходило, наверное, все-таки Путин не вечен. Это же понятно. И все может произойти, он может и не добыть до конца своей жизни на посту президента, как бы ему того хотелось. Необходима альтернатива, но альтернатива какая? Ну, не Навального же с тюрьмы выпустить там или кого-то там сразу? Нет, конечно. Зачем? Почему не воспользоваться ситуацией и не попробовать сформировать с таких деятелей, как Пригожин или Гиркин, каких-то серьезных политических фигур, которые в будущем, ну, скажем так, возглавят какие-то партии, которые там Госдуму должны пройти. Либо кто-то будет из них даже баллотироваться в президенты, либо кого-то вытащат. И вот из них формируют вот таких вот личностей. Это второй вариант. Не всех это устраивает, я думаю, далеко не всех, потому что, откровенно говоря, к Пригожину, собственно, отношение как к исполнителю и его задачи ограничены, собственно говоря, тем, что на поле боя на самом деле. Вот я как раз вот об этом и думаю, что не является ли это вот тот бред, который он несет часто, вот дезинформацией? В том числе. Напустить вот этот дым, напустить вот этот дым в это информационное поле. Я вам приведу пример, как Пригожин действует хитро в своих высказываниях. Достаточно хитро. Вот вам конкретный пример. Украина начнет контрнаступление после 2 мая. А после этого, кроме этого, а до этого звучала информация о том, что и вагнеровцам не хватает нарядов снова и так далее, и так далее, а у Украины якобы без лимит. Ну, то есть, он об этом говорит. На самом деле это не так. Но он об этом говорит. 3 мая, если я не ошибаюсь, он дает интервью и говорит, контрнаступление началось, подтверждает свои слова. И тут же говорит, что оно началось в районе Бахмута. Что оно происходит здесь. А почему он так именно говорит? Ну, во-первых, не хватает снарядов, и у Украины без лимит, Украина идет в атаку. Это говорится для того, чтобы оправдать... А мы вообще уйдем? А мы вообще сейчас уйдем из Бахмута? Ну, это да, это второй этап. Они говорят о том, что снарядов нет для того, чтобы оправдать, почему просто люди заканчиваются. У Пригожина не хватает людей. Да, вот то есть, вагнеровца не хватает. Второй момент. Именно поэтому он говорит об этом, что... Второе. Когда он говорит о том, что они отойдут... А вот тут уже хитрость заложена. Почему? Потому что в любой момент он может сказать, что я проводил информационно-психологическую операцию и пытался заманить украинские войска в ловушку, обозначить им пункты и точки, где необходимо атаковать. Мы тут отойдем, вы подходите, а потом мы будем с вами тут вести боевые действия. Вот, собственно говоря, об этом... Ну, и поэтому он говорит. То есть, он всегда делает заявления, которые можно будет потом протрактовать не совсем однозначно. Ну, вот вы уже просто говорили о многоходовочках, но мне кажется, что это даже не многоходовочка, это такая примитивная вот просто деза, которую он вкидывает... Абсолютно. Это на кого? Вы абсолютно прекрасно охарактеризовали то, что из себя представляет Пригожин. Мне кажется, что... Почему я сказал о звездной болезни? Я вам скажу, что его значение и значимость вообще достаточно сильно просто раскрутили СМИ. Ну, в силу определенных обстоятельств. Все. Ну, и он тоже решил этим воспользоваться. А вдруг что-то получится? А вдруг где-то выскочит? А вдруг кто-то обратится за помощью? Кто-то там поддержит, поможет? И так далее. А на самом деле сказать, что там аж что-то такое гениальное, неординарное, яркое и так далее, то нет. А вот вы, кстати, разделяете такое мнение, такую точку зрения, что власть не поддерживает Пригожина, не даёт ему то, что он запрашивает, только потому, что есть шанс, что вся эта вооружённая орда зэковская, наёмная, просто пойдёт, снесёт эту власть, эту руку кормящую, и обернётся всё очень плохо для тех, кто, собственно, кормил этого Пригожина. Ну, тут же необходимо, чтобы было к кому вернуться. Вы знаете, есть свидетельство многих вагнеровцев о том, что их же, что у них есть свои заградотряды, и их минусуют, как они говорят. То есть это достаточно распространённое явление, им запрещают сдаваться в плен, отступать назад и так далее. Именно в зэкам, тех, которые берут, именно эти. Всех используют как такие штурмовые отряды. Поэтому тут ещё необходимо как-то... Но то, что определённые риски есть, потому что, я думаю, где-то в Кремле это понимают, что такие, как Пригожин, могут начать собирать свои какие-то отряды и опричников, и потом с ними двинуться на Кремль. Ну, такие риски действительно есть. В целом для нас это вообще-то и хорошо было бы. Чем больше у них было бы таких межусобист, тем лучше для нас. Ну, понимаете, их уничтожают. Они не могут консолидировать эту силу, потому что достаточно много вагнеровцев уничтожается и гибнут. И сейчас, наверное, не приходится говорить о том, что они развернутся куда-то и пойдут на Кремль. К следующей теме. Зеленский сегодня приехал в Гаагу. Как правильно сказал президент Украины, все мы хотим видеть там другого Владимира. Дождёмся? Я думаю, что да. Ну, тут два варианта событий. Я думаю, что будут они развиваться приблизительно так, что это же не просто так история с международным сордером, но международный арест. Это же не просто так произошло. Это ещё и после смены власти в России будут поставлены чёткие условия. Если, понятно, смена власти не произойдёт вследствие какого-то переворота и просто вследствие этого переворота не выживет. Всё. То есть тихо. Какой-то сердечный приступ где-то умрёт. Тихо и так далее. Но если будет жив, то, соответственно, новым властям будут поставлены чёткие условия, что для отмены санкций необходимо выдача военных преступников и суд над ними. Точно. А если не выдаёте, всё, санкционный режим сохраняется. Выбор за ними. Ну и, в принципе, тут уже, как знаете, даже тем же чекистам и всем остальным, но когда попал в капкан, придётся отгрызть лапу и как-то смириться и идти дальше. Либо всё. Либо всем фактически пойти за Путиным. Поэтому, да, шансы достаточно высоки на самом деле. Я не разделяю мысли скептиков, которые говорят, что этого никогда не произойдёт. Шансы на это есть. Но перед этим, конечно, они хотят попортить, попить много крови ещё. И вот ещё такая информация, как передаёт Блумберг, Путин может нанести удар по подводной инфраструктуре НАТО. Об этом заявил помощник генсекретаря Блока по разведке Дэвид Кэтлер. Как вы оцениваете такую вероятность? Что имеется в виду? Идёт разведка морского дна, ландшафта. И хотят ударить, хотят перебить провода, оптику, оптиковое волокно, которое, собственно, питает весь интернет, европейский, американский, чтобы обесточить, обездвижить всю систему. Есть такая вероятность? Конечно. Вероятность есть. Более того, сейчас в Балтийском море как раз усилено патрулирование скандинавскими странами, Швеции и Дании, к ним присоединилась Финляндия. Есть и Германия. Почему это происходит? Потому что российские суда ходят, бороздят, что называется, выискивают. То есть они проводят разведку, выискивают эти узлы, кабеля и ищут пути, каким образом противодействовать. То есть их уничтожать, подрывать. Кстати, не так давно как раз была информация тоже от финских коллег наших о том, что как раз в месте, где был обнаружен подрыв северных потоков, находилось российское исследовательское судно. То есть это уже тоже установленная информация. Сейчас они пытаются выявлять вот эти места, где судно могут быть, и я думаю, что будут эффективно им противодействовать. Очевидно. Но то, что Россия так... Понимаете, опять же таки, вот Россия ведет себя очень провокационно. Она все время ищет конфликта. Она все время ищет, за что зацепиться. Вот это как, знаете, как хулиган из-под тяжка ударил где-то со спины. Ты не увидел, а он спрятался. Ну вот и все. И так постоянно. И ты вроде бы... Он еще и за угла пальцем показывает. Это не я, это она. Да, и где-то тебе больно, неприятно, и ты бы вот издачи дал, но где-то сейчас ходить его искать в этих переулках, ну как-то неохота тратить время и все. Но оно же где-то дойдет до того момента, когда все-таки, наверное, надо будет усмирить этого хулигана. И я думаю, что НАТО все ближе к этому. То есть как бы там ни было, кто бы что ни говорил о том, что эскалация и так далее, но понимаете информации о том, что каких-то рисков прямых инцидентов между НАТО и Россией их все больше. Вот, например, в Сирии российские пилоты провоцировали американских. Ну, тоже провокации были. Например, те ситуации, которые были с дроном над Черным морем, Рипперем, тоже как вела себя Россия в этой ситуации. Нарушение частое воздушного пространства стран Балтии. Не скажу, что это критично, или что раньше такого не было, но это тоже сигнал. Так вот, вы сегодня, кстати, упомянули по поводу того, что... Ну, вы сказали, что Россия будет перебрасывать в Беларусь ядерное топливо. Оно по датам совпадает с проведением в Вильнюсе саммита НАТО. На секундочку, там 200 километров до Вильнюса. Да, безусловно. Поэтому риски... Причем, что если мы говорим о Вильнюсе и ядерном оружии на территории Беларуси, я хочу напомнить, что так или иначе во время учений Запад, которые проходили в разные годы российско-белорусских на территории Беларуси, моделировались варианты нанесения тактических ядерных ударов. И целями были страны Балтии, Польши и даже Германии. Более того, я вам скажу, что в мае 2022 года, об этом писало издание «Шпигель», в Калининградской области российские пилоты, они моделировали нанесение тактического ядерного удара по Германию. То есть это все было на самом деле, это же всем известный факт. И поэтому, с точки зрения военной целесообразности, найти пути уничтожения превентивного средств доставки ядерного оружия, которое привезет Россию в Беларусь, или уже доставило, это самолеты, и это комплексы из Кандерка, о чем объявили Лукашенко, и объявил министр обороны России Шойгу. И, кстати говоря, посол России в Беларуси Грызлов, он давал интервью по этому поводу и сказал, что эти комплексы будут на боевом дежурстве в западной части Беларуси, то есть поближе туда к НАТО, но это эскалация против НАТО. Они это понимают, они реагируют как могут, то есть в связи средства противовоздушной обороны, противоракетной. Понятно, что Вильнюс будет прикрыт во время саммита НАТО, достаточно серьезно прикрыт, но, тем не менее, это вызовы. Достаточно серьезно, и, понимаете, рубеж изменяется. Если раньше рубеж проходил все-таки подлетное время, Путин любит об этом говорить, Россия сейчас в Беларуси, и Россия это прекрасно понимает. Они подставляют Беларусь, кстати, абсолютно подставляют Беларусь и народ Беларуси. Поэтому мне кажется, что люди, которые там в Беларуси, они должны это понимать, как-то протестовать против этого в той или иной мере, потому что ничего хорошего это не несет им. Давайте напоследок поговорим о будущих новостях. 5 мая в Стамбуле запланированы переговоры по продлению зернового соглашения на уровне заместителей министров обороны России, Украины и Турции. По вашему мнению, будет продлена эта сделка? Думаю, что нет. Россия демонстрирует то, что она заинтересована в ее прекращении. Для России, наверное, зерновая сделка была как способ выйти на какие-то переговоры, и чтобы с ними... Ну, то есть, они использовали эту площадку для того, чтобы был какой-то трамплин для будущих переговоров. Потому что мы знаем, президент Эрдоган, это его идея, очень часто пригласить украинского президента Зеленского и пригласить Путина в Стамбул, поговорить или в Анкару, провести раунды переговоров. Это все не срабатывало. Россия не вышла. Россия, наоборот, дальше углубляется в международную изоляцию заслуженной. Поэтому, мне кажется, что смысл какой-то для Кремля зерновой сделки, он просто теряется. На самом деле. То есть, они же все... Понимаете, это мы можем сказать, что это не касается договоренности Украины-России. Понятно, это Украина, ООН-Турция, Россия, и ООН-Турция. Это ясно. Но мотивация же у России какая. Мотивация у них в том, что, смотрите, мы не такие уже плохие, мы готовы бороться с продовольственным кризисом в мире, поэтому говорите с нами, и вы чего-то там добьетесь. Ну, через переговоры с нами. Но мы же видим, понимание совсем другое, что никто ничего не добьется. Поэтому я думаю, что они где-то это понимают, и понимают, что для них имиджево это все провалилось. Никаких дивидендов они от этого не получили на самом деле. И поэтому, как мне кажется, на успехи рассчитывать не приходится в этом плане. Субтитры создавал DimaTorzok